Привет, меня зовут Аня, и сегодня я снимаю Get Ready With Me, где вы можете либо собраться со мной, либо просто включить это видео и посмотреть его. Я тут в этот дождливый осенний день буду собираться гулять, и решила сделать это вместе с вами. Если честно, я не красилась уже очень много времени, потому что я в основном хожу только в школу, теперь она занимается моё время, и поэтому я особо перестала краситься. Поэтому сегодня буду заново вспоминать, как красится, и давайте начинать. Я не буду делать какой-то супер навороченный макияж, я просто хочу сделать что-то осеннее, при этом такое довольно повседневное, поэтому ничего сложного не ждите. Ещё я пью кофе, хоть сейчас уже 4 часа дня. Итак, свой макияж я начинаю всегда с консилера, у меня он от Essence. Вообще, из самых-самых последних новостей я подстриглась, я буквально полчаса назад пришла с этой стрижки, и вот снимаю видео. Многие спрашивают про мои волосы, что я планирую с ними сделать, отращивать или оставлять их короткими. Всем это очень интересно. Пока что я их отращиваю. На стрижку я хожу не чтобы сделать их короче, а чтобы убирать вот то, что у меня отрастает сзади, по бокам, потому что мне визуально не нравится, как это выглядит, и чтобы моя стрижка приобрела какой-то аккуратный вид. Почему я не делаю это дома, как я делала, там, с коре и с тем же, ну, с короткой стрижкой, потому что это уже сложная стрижка, у меня нет таких навыков, поэтому, чтобы не сделать себе на голове что-то страшное, ужасное, а потом ходить с этим долгое время, я обращаюсь к мастеру. Ну, блин, у меня обычно нет столько покраснений на лице, но я давила себе прыщи, что делать ни в коем случае нельзя, поэтому теперь замазываю это всё консилером. Прикол в том, что синячки под глазами я почти никогда не трогаю консилером, потому что, когда я их замазываю, у меня как будто лицо совсем видоизменяется, и как будто у меня вообще глаза пропадают, они сливаются с общим фоном лица, и мне, в общем, не нравится, поэтому я всегда свои синяки оставляю. Итак, давайте немного поговорим про YouTube. Следующими я крашу брови, у меня тоже от Essence гель для бровей в оттенке 01, Blondie Brows. По поводу видео. Вы могли заметить, я часто пропадаю, и мне очень сложно восстановить какую-то регулярность выхода видео, потому что началась школа, и, знаете, когда был август, конец лета, я думала, вот, начнётся школа. Я, не знаю, я расшибусь, но буду снимать видео, чтобы поддерживать активность на канале, чтобы добиваться каких-то своих целей и так далее, чтобы вести, ну, вообще активно его, радовать аудиторию, радовать себя. Но, видимо, в августе я забыла, насколько сильно я стою в школе, причём даже когда у нас не какие-то сложные дни, когда у нас нет контрольных, каких-то сложных предметов, всё равно я прихожу из дома, ой, прихожу из школы такой измотавшейся. Причём у меня недавно обнаружилась не только очень сильная эмоциональная усталость, но ещё и физическая. Я помню как-то раз я проснулась, и у меня болело всё тело, и оно не просто, знаете, болело, как будто вчера была какая-то тренировка или физра на улице, а у меня оно болело именно как будто я весь день уже отработала, отходила, отпахала и легла, а это было самое утро. Я весь день себя чувствовала настолько уставшей, у нас ещё в тот день была физра, физра у нас проходит на улице, неважно, 8 градусов на улице, 4 градуса, минус 1, мы в минус 1 тоже занимались в прошлом году. Помимо того, что тебе дико холодно, у тебя болит горло, у тебя стекут сопли, ты ещё должен бегать и как-то активничать, и, не знаю, ты издевательствую над людьми, если честно. Можно переходить к глазам, и я даже пока не знаю, что будет делать. У меня тут есть палетки от Lamelle, но они неоновые, а я хотела сделать что-то осеннее. Неоновые цвета у меня больше всё-таки с летом ассоциируются, а вот эти они такие прям яркие, хорошие тени, но я буду сегодня использовать, наверное, свою любимую и неповторимую палетку от Revolution. Боже, я её обожаю, она внешне выглядит офигенно, и цвета, на самом деле, для меня это палитра на все случаи жизни, кстати, да, вы можете видеть там себя. Нанесу что-нибудь из этого. И, в общем, из-за вот такой вот моей вселенской усталости мне не удаётся регулярно записывать и монтировать видео, хотя я сняла недавно школьный влог, так что я надеюсь очень, что он скоро выйдет, что я его смонтирую. Извините, а как с ногтями довольно длинными делать макияж? Я тут уже себе промазала. Возможно, стоит делать макияж кистями, но это слишком запаристо. Блин, я опять делаю одинаковый макияж. Хотя, учитывая то, что у меня в последний месяц, наверное, вообще макияжа не было никакого, то это довольно-таки разнообразные вещи на моём лице. Мне очень грустно, что лето очень-очень быстро ушло. Сейчас в среднем на улице я наблюдаю около 8 градусов, и это холодно. Я ещё, знаете, смотрю сторис некоторые из Краснодарского края, и мне так завидно. 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 Мы тут сдаём ЕГЭ по-русскому, учим арфаэпию. Кстати, да, 11 класс ЕГЭ. Вот большая тема, на которую стоит поговорить. Причём, понимаете, ладно ЕГЭ. Вообще к ЕГЭ подготовиться за год. А учитывая то, что я готовлюсь ещё с 10 класса, то это уже больше у меня времени. Это типа несложно. Но когда тебя... Блин, ладно, вообще корнем всех проблем является, в принципе, российская система образования. И я бы её очень-очень сильно видоизменила. Желательно прям под корень. Но если смириться с тем, что мы имеем, то было бы хотя бы логично, если бы учителя больший фокус своего внимания обращали на тех детей, которые сдают их предмет, а ко всем остальным относились более лояльно. Ну, не знаю, насколько это правильно, но это было бы хотя бы по-человечески. Потому что, блин, я не знаю, как в других школах, но при том, что даже реально многие учителя входят в наше положение и там не мучают нас, то всё равно нагрузка большая. Я не понимаю даже не просто, как успевать там ходить в школу и делать всё домашнее, я не понимаю ещё, как успевать отдыхать, спать, успевать встречаться с друзьями, успевать заниматься своими хобби. Как? Это нереально. Так, я уже заканчиваю более-менее макияж глаз. Я думаю нанести золотые тени в уголок глаза. Я думаю нарисовать стрелки тенями, чтобы всё-таки как-то разнообразить это всё дело. Мне прям хочется сегодня стрелок с моей новой стрижкой. А, хотя, может быть, нарисовать карандашом? Ну, а такой оранжевый, мне кажется, он будет too much. Хотя, ммм, он просто тоже неоновый, это тоже ламель, неоновая коллекция, и я даже не знаю... Ну, ладно, давайте попробуем. Мне кажется, он сюда, возможно, даже впишется. Возможно, сейчас мне придётся молчать, потому что рисовать стрелки и активно разговаривать ещё и не терять мысль, это какая-то уже отдельная сверхспособность. Вы видите стрелку? Я почти нет. Она хотела не мудрить. Почти получилось, Аня, молодец. Продолжай в том же духе. Короче, давайте мы все дружно сделаем вид, что не видим, что эти стрелки кривые. Можно вообще попробовать проигнорировать их существование на моём лице. Сойдёт. Окей? Предлагаю накрасить ресницы и уже закончить за глазами. Вот до того, как я начала записывать это видео, у меня прям много тем было для разговора, но, конечно же, как только я начала, сразу всё. Окей, давайте поговорим про мои таблетки. На самом деле со мной ничего серьёзного не происходит, никаких серьёзных болезней. Я просто не хочу вдаваться в подробности, что там со мной. Если что, типа, всё в порядке. Просто мне нужно было пропить курс антибиотиков, чтобы мне стало лучше. Но, как мы знаем, антибиотики — это вещь такая очень опасная. И помимо всего плохого, они убивают всё хорошее. Мне вместе с антибиотиками прописали пить одно лекарство, которое как бы балансирует действия этого антибиотика, чтобы он не сильно прям там всё убивал. И я прочитала по бочке этого антибиотика, и там, во-первых, вот такой вот список по бочек, я не шучу. И, во-вторых, там на первом месте стояла анерсия. Возможно, тут нужно триггер-ворнинг сделать про РПП, анерсию и так далее. Хотя тут не совсем об этом пойдёт речь, но просто меня это очень смутило, потому что там было написано, типа, побочное действие со стороны желудочно-кишечного тракта, и вот там была анерсия. И я не очень поняла, что она там делала, потому что я всегда думала, что анерсия — это именно психическое заболевание, и это именно беда с башкой. Естественно, она оказывает влияние на весь остальной организм, но, ну, типа, я думала, что в первую очередь это диагноз, который ставит психотерапевт, психиатр, но не там... Там, кто занимается у нас ЖКТ? Я плохо разбираюсь во врачах. Анерсии вроде у меня нет, но у меня была другая побочка — это тошнота. Меня начинало тошнить, причём очень-очень сильно, и два раза из-за этого мне пришлось даже не идти в школу, потому что ты лежишь, ты не можешь встать, и тебе хочется просто стошнить, чтобы избавиться от этого чувства. Слава богу, сегодня из курса была последняя таблетка. Причём, знаете, этот антибиотик мне хорошо помог от того, что у меня было, но при этом дал мне тошноту и плохое самочувствие, так что тут не одно, так другое. Я наношу румяна. Очень многие спрашивают, что это за румяна, и, ребят, если честно, я не знаю, потому что на них нет вообще никаких надписей. Мне их дали вот так. Это был подарок то ли в Литуале, то ли в Ривгоше, то есть подарок к покупке, и тут вообще ни фирмы, ничего, просто вот такой вот стик, поэтому я не знаю, что это за фирма и так далее, но мне они нравятся. Вчера со мной произошла такая ситуация впервые, что за мной пытались подсталкерить. Это такая странная хрень, я вообще не думала, что кто-то таким может заниматься, ну, типа из моего окружения. Окей. И такое вот бывает. Остались губы, я хочу их, во-первых, увлажнить. Я нанесу помаду Givenchy. Вроде как это какой-то очень дорогой бренд, но это мне подарили, точнее даже не мне, а моей маме. Не суть. Я совсем чуть-чуть... Помады я почти никогда не наношу на губы прям вот полностью, так сказать, вырисовывая форму, а я наношу в центр вот так вот, распределяю, и мне очень нравится. В целом-то макияж готов. Очень непривычно видеть себя с макияжем. I like it. Пальцы выглядят вот так. Давайте выберем мне серёжки. Короче, я надену просто серёжки с вином. У меня всегда настроение на серёжки с вином. Ничего лучше не может быть. Я, кстати, эти серёжки надевала на 1 сентября, и я думала, что мне что-то скажут, но мне никто ничего не говорил, и потом я вообще уже забыла про то, что на мне эти серёжки. И когда мы уже вышли из школы, там одна учительница такая типа, Аня, а что это вообще за серёжки? Я такая, а всё, я не в школе, так что могу носить любые серёжки. Мы с моим парнем... Ой, кстати, да, я вам, кажется, об этом не рассказывала. В общем, у меня появились отношения. Мы с ним шутили насчёт того, что было бы круто, если бы эти серёжки были реальным вином, и ты мог такой, типа, знаете, в моменты грусти и печали вот так вот снять серёжку и так чуть-чуть взбодриться. Давайте теперь перейдём к одежде. Я, в общем, слишком высокая, чтобы показать вам себя полностью. Я, правда, не знаю, как это сделать. Я надела белую водолазку, широкие синие джинсы снизу, и поверх всего этого я надеваю такой свитшот. Каждый раз, когда он появляется у меня в историях, сразу люди пишут, откуда он, несмотря на то, что я отвечала. Несмотря на то, что я снимала видео, холл, распаковка с шеин — это уже подсказка, откуда он. Поэтому, ребята, пожалуйста, смотрите мои видео. Я также беру с собой берет. Я всё ещё не умею надевать берет. Сейчас он, на самом деле, на мне вот просто вот так вот лежит, и любое дуновение ветра его с меня сверху. Я надену вот такие вот челси. Очень классные. Они из пыль мира. Они делают мне вообще 180. И мне очень нравится сочетание вот этого берета с моим тренчем. Это тренч из Юмикло. Так. Возможно, берет мне придётся взять просто с собой, потому что он как-то неудобен. Вот такой вот у меня в целом получается лук. Ребята, спасибо вам большое, чтобы вы мне помогли собраться. Я ещё возьму с собой шоппер. Вот он, мой финальный лук на улицу. Всем большое спасибо за просмотр. Я буду очень рада вашим комментариям, подпискам, лайкам, дизлайкам. Да, ребят, я вас очень крепко обнимаю, люблю, и всем пока! Опа, всё. Ой, я результат макияжа вообще показала. Вообще, ничего не показала. Вот такой вот макияж. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok